И мы еще раз увидим этот четвертьфинал. Четвертьфинальный поединок, в котором встречаются Бадрхари, Марокко и Руслан Караев, Россия. А с вами сегодня ваш комментатор Станислав Голованов. И мы готовы окунуться в этот бурлящий водоворот. И кого он утопит, кого он вышвырнет на берег, а кого вознесет к высотам заоблачным, сияющим и заветным для любого бойца. Мэлвин Мэнхофф. Доктор, добрый доктор Айболин. Настрой на бой, на нужную волну, на рабочую, на девятый вал. Это Бадрхари. Марокко. Клуб Шоу Тайм. И Муай Тай. Это его родной вид спорта. А Руслан. Руслан. Родом из Владикавказа. Северная Осетия. Алания. Отважнее человека. Кей-1, пожалуй, нет. Сколько ему доставалось. Но Руслан поднимался и вновь шел на ринг. Это, конечно, удивительный человек. Потрясающий в воле. И невероятно талантливый спортсмен. С очень сложной спортивной судьбой. Бьется только с лучшими. С самыми лучшими. И, конечно, это всегда непросто. Это всегда сложно. Это всегда испытание. Обжигающим огнем. Йокагам Арена. Майкл Баффер. Знаменитейший ринг-эннаунсер. И первый бой. Бадр Харри. 25-летний боксер. 94 килограмма вес. И метр 97 рост. Я думаю, что, может быть, даже и прибавил Бадр. Потому что он здорово работал в зале. И вот Руслан Караев. Тоже 25-летний спортсмен. Рост метр 88. И 97,5 килограммов его вес. 12 побед. 7 поражений. 5 боев. Нокаутом он выиграл. Бадр Харри повыше. И здорово прибавил стати в мускулатуре Бадр. Руслан тоже не терял времени даром. Так что это всегда непредсказуемо. Всегда тревожно. И всегда очень интересно. Когда сходятся два таких молодых, мощных, талантливых бойца. В длинных трусах Бадр Харри. В черных трусах с желтым поясом Руслан Караев. Первый раунд. Правила Кейван. Три раунда по три минуты. И первая атака Руслана. Зацепил. Зацепил Бадр. И рассечение. Лихая атака Руслана. Здесь было столкновение. И перчаткой рубанул бровь Бадр Харри. Кстати, удары Бадр Харри очень тяжелые. Вот здесь в область виска было попадание. И вызвало серьезное, на мой взгляд, потрясение. И вновь Руслан бросается в атаку. И нарывается на очень короткий, но точный удар. Мгновенно встает. Однако рефери останавливает бой. Да, видимо, причиной всему рассечение. Рефери не искушает судьбу, не испытывает на прочность Руслана. И победу отдают Бадр Харри. Но Руслан свеж, бодр. И вот эта остановка, на мой взгляд, очень досадна. И, конечно же, обидно. Но я думаю, Руслану есть над чем задуматься. О чем хорошенько посоветоваться со своим тренером. Потому что с Бадром Харри все время какие-то накладки возникают. И вот здесь пропустить в разрез справа. Это, конечно, было очень не кстати в самом первом раунде. Бадр Харри вкладывается в удар. Причем один из немногих бойцов Кей-1. Руслан Бадр Харри способен практически любым ударом зацепить и уронить. У него это просто в генетике присутствует. Руслан просто здесь опрокинулся и тут же поднялся. Нокаута как такового здесь не было. Но остановка боя есть остановка. Продолжение следует...